С днем субботнего вас снова! Это наша последняя встреча вместе, но я получил много благословений за это время, которое мы провели здесь в изучении Слова Божьего. Я не собираюсь сейчас тратить слишком много времени на разговоры, потому что я больше заинтересован в Писаниях. Поэтому прежде чем мы откроем Священное Писание, еще раз, я хочу пригласить вас совершить молитву вместе со мной, дабы пригласить Духа Божьего, чтобы Он был нашим Учителем. Отец Небесный, я благодарю Тебя, Господи, за то благословение, которое мы получили в Твоем присутствии в этот Твой святой субботний день. Я благодарю Тебя за Твое Слово, которое есть светильник ногам нашим и свет стезям нашим. Я благодарю Тебя за Твой Дух, который все проницает и тем более глубины наших сердец. Спасибо, что Ты послал его в этот мир. Открой нам истину Твою, истину Твою, которая может осветить наши души. И прямо сейчас, в этом мое желание, прошу Тебя еще раз, пожалуйста, Боже, благослови нас присутствием Твоего Святого Духа, и пусть Он обитает в наших умах, впечатляет наши мысли и просвещает наше понимание, рассеивая тьму. Пусть ангелы, о Господи, которые находятся в Твоем присутствии, будут с нами, и пусть мы все получим четкое представление о том, где мы и что Ты хочешь для нашей жизни. Спасибо, Отче, что Ты выслушал нашу молитву. Я прошу это во имя Иисуса. Аминь. Я хочу пригласить Вас открыть Ваши Библии со мной на Первом Послании к Коринфянам, 1 Коринфянам, глава 10 и стих 11. Первое Послание к Коринфянам, глава 10 и стих 11, это очень важный текст. Текст Писания, которое Слово Божие представляет нам здесь, в Первом Послании к Коринфянам, главе 10 и стихе 11. Библия говорит, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Слово «образы» означает типы или символы. Вы видите, в Писании мы можем найти много истинных исторических повествований, но эти вещи не просто были запечатлены с целью дать нам хорошие моральные наставления на пути к праведности, но Библия говорит, что эти вещи были записаны Богом в качестве образов для тех из нас, которые живут здесь в последние времена. Таким образом, существует пророческое применение многим из этих исторических событий, которые мы можем найти в Библии, и когда мы посмотрим на них в этом пророческом смысле, Бог увещевает нас, Он дает нам указания, как мы должны себя вести в эти последние дни, дабы мы могли безопасно пережить заключительные события и быть в состоянии выстоять в присутствии Сына Человеческого. Итак, зная это, я хочу перейти к очень знакомым историческим событиям, записанным в Библии. Мы откроем книгу Евангелия от Матфея, глава 26-я, глава 26-я, Евангелия от Матфея, и мы начнем с первого стиха. Матфея, глава 26-я, начинаем с первого стиха. Иисус готовится к распятию, Библия говорит об этом. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же Моем предварю вас в Галилее. Петр сказал Ему в ответ, если и все соблазнятся о Тебе, Я никогда не соблазнюсь. Иисус сказал Ему, истинно говорю Тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. Говорит Ему Петр, хотя бы надлежало Мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место называемое Гефсиманией и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду и помолюсь там. И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа Моя скорбит смертельно, Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И отойдя немного пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощно. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошел опять и молился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем! Вот приблизился предающий Меня!» Я хочу, чтобы вы помнили, что все это происходило с ними как примеры, как образы для последнего времени, типы и символы, а описано в наставлениях нам, достигшем последних веков. Итак, на что мы сейчас посмотрим? На события, на заключительные минуты, которые Иисус провел со Своими учениками, прежде чем они вошли в величайший кризис, который им когда-либо доводилось испытывать. Они скоро должны были увидеть, как от них забирают того, на кого они возложили все свои надежды. Иисус приближался к распятию, и Его весть начинает меняться. Он начинает концентрировать свое внимание на кресте. Он говорит им об этом. «Они собираются убить Меня, но Я воскресну на третий день». Он начинает делать эту тему о кресте главной темой своей вести. Почему? Потому что это была истина для настоящего времени. Его ученикам были необходимы верные наставления относительно кризиса, который был прямо перед ними. Потому что Иисус знал, что если ученики не поймали, и не приготовятся к Нему, то когда кризис настанет, они отреагируют именно так, как они это и сделали. И поэтому Он ставит крест в центре внимания Своего послания. Ибо это была истина для настоящего времени. Для их времени. Потому что они должны были испытать опыт величайшего кризиса, который они когда-либо встречали. Поэтому я нахожу очень интересным, что тот же Иисус, которого они готовились распять на кресте, говорил о себе в книге Иоанна, в 14-й главе, в 6-м стихе. Иисус говорит, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Совсем скоро, считая того времени, когда они пребывали с Иисусом в Гефсиманском саду, ученики увидят истину, живое воплощение истины, схваченным руководителями церкви и преданным в руки руководителей государства. Церковь и государство объединятся вместе, возведут истину на крест и сделают истину бездейственной. Очень интересно, в книге Псалмов, в главе 119-й стих 142-й Библия говорит об истине, «Правда твоя – правда вечная, и закон твой – истина». Иисус был живым воплощением истины, потому что Иисус был живым, дышащим откровением закона Божьего. И вот кризис, с которым ученики должны были столкнуться лицом к лицу, состоял в том, что они увидят лидеров в церкви, как тех, кто объединяется с руководителями государства, и вместе ввешают закон Божий на кресте, делая этим закон Божий неэффективным. Еще есть кое-что примечательное об Иисусе в Евангелии от Марка, глава 2 стих 27-28. Иисус сказал вот что, и сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин из субботы». Иисус есть Господин субботы. И так что готовились испытать ученики? Как лидеры церкви, объединяться с лидерами государства, и все вместе, коллективно, церковь и государство, объединившись, повесять владыку Субботы на кресте, лишая тем самым жизни повелителя Субботы. Еще есть кое-что интересное, это то, что произошло с римским стражем, который был ответственным за казнь. Я убедился в этом, когда я недавно ездил в Рим и просто проверил эту информацию. Это действительно правда. Солдаты языческого Рима, их покровителем был Бог Митра, Бог Солнца. Поэтому, когда они распинали кого-то на кресте, они также приносили жертву Богу Солнца, Митре. В чем же здесь смысл? Ученики должны были увидеть своего Господа и Спасителя, Владыку Субботы на кресте, где Он умрет, но в то же самое время будет отдана дань уважения Солнцу. Интересно, готовимся ли мы пройти через аналогичный кризис? Готовимся ли мы увидеть, как церковь и государство объединятся и возьмут и отменят закон Божий, и сделают истину неэффективной, в частности, атакуя Божий Святой Субботний день? В то же самое время возвысят тот день, который не имеет никаких оснований и полномочий в Слове Божьем, воскресный день. Библия говорит, все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Я полностью убежден, что если мы посмотрим на эти события вот здесь в Евангелии от Матфея, в главе 26, и посмотрим как отреагировали ученики, и как мы должны реагировать на это, то мы сможем выстоять в час нашего кризиса. Давайте посмотрим в Евангелии от Матфея, глава 26. Так что эти события очень похожи друг на друга. Иисус говорит им, все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь. Он не просто сказал, что Он так думает, но Он сказал, ибо написано, по Слову Божьему, это написано, согласно Слову, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. Но Петр говорит, если и все соблазнятся о тебе, Я никогда не соблазнюсь. Что же Он здесь отрицает? Отрицает ли Он только слова Христа, или Он отрицает само Слово Божье? Сказал ли Иисус, я так думаю, или Он сказал, так написано? Разве это не то, что было написано? Это то, о чем Слово Божье говорит. То, что произойдет. Но Петр со свойственной Ему самоуверенностью говорит, нет, нет, если и все соблазнятся о тебе, Я никогда не соблазнюсь. Но Иисус идет и молится Своему Отцу. Он говорит, если возможно, да минует Меня чаша сия. Впрочем, не как Я хочу, но как ты. Затем Он приходит к ученикам и находит их всех спящими, в том числе и Петра. К кому первому Он обращается? К кому же Он подходит? К Якову? К Иоанну? Подумайте об этом. Я имею ввиду, Он мог подойти к Иоанну. К Иоанну, который так любил лежать на его груди. Верно? За ужином Он имел очень близкое общение с Иисусом. Но Он, Иисус, идет к Петру. Он сказал, так ли вы не могли один час бодрствовать со Мною? И, конечно, естественно, в нашем сознании возникает картина. Да, конечно, Он подошел к Петру, потому что Петр был настолько высокомерен. Настолько самоуверен, что Он не соблазнится из-за своего Господа и Спасителя в тот час. Я нахожусь здесь что-то очень интересное для нас. Есть причина, почему Иисус обратился именно к Петру, и причина, о которой я хочу сказать, она раскрывает саму суть того, что на самом деле происходило. Имя, которое Иисус дал Петру. Вы помните, что это за имя? Итак, мы идем к книге Евангелия от Иоанна, глава 1 стих 42. Евангелие от Иоанна, глава 1, откройте свои Библии. Евангелие от Иоанна, глава 1 стих 42. Когда Филипп привел Петра и Иоанна к Иисусу, Иоанн, глава 1, 42 стих, Библия говорит, и привел его к Иисусу. Иисус же взглянул на него и сказал, ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень, Петр. Когда Иисус дал Петру это имя, Библия говорит, когда Он увидел его, ибо когда Он увидел его, то Он увидел что-то в нем, что заставило его назвать Петра камнем. Библия говорит, что человек смотрит на внешний вид, но Бог смотрит на сердце. Иисус назвал Петра Кифа, потому что Петр был Кифа. Было что-то каменное в Петре, что-то каменное в его сердце. Вы должны увидеть то, что говорит Библия о каменном сердце. Откройте Библию со мной. Откройте Библию. Мы возвращаемся к Евангелии от Матфея, 13 глава. В Евангелии от Матфея, в главе 13, Иисус рассказывает притчу о различных почвах. «Сеятель сеет семя, и семя падает в разные почвы». Посмотрите, что Библия говорит относительно каменистой земли в Евангелии от Матфея 13 главе, начиная со стиха 20-го. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто услышит Слово, и тотчас с радостью принимает его. Таким образом, человек получает семя, Слово Божие, когда он его слышит. Такой человек говорит, о, это правда, вот это да, это же истина. Я должен рассказать всем. Вот как я отреагировал, когда я услышал Слово. Кстати, такой человек говорит, я должен рассказать всем об этом. Я должен сказать членам моей семьи, моим друзьям, моим соседям. Каждый должен услышать эту истину. Я могу даже умереть за нее. Это она. Это истина. Меня не волнует, что скажут все члены моей семьи и друзья, потому что это истина. Вы видели таких людей? Может вы были такими раньше, и тотчас с радостью принимают его. То есть это Слово. Но давайте посмотрим на стих 21-ый. Библия говорит, но не имеет в себе корня и не постоянен. Каменистая земля, хотя он, этот человек, слышит Слово Божье, он взволнован Словом Божьим, он может сразу определить, что Слово Божье есть истина. Библия говорит, что он непостоянен, потому что он не имеет в себе корня. Что такое корень? Не имеет корня. Давайте откроем Библию со мной на послание к Ефесянам на 3-й главе. И мы начинаем читать со стиха 16-ого. К Ефесянам, глава 3-я, стих 16-ый. И Библия говорит, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что есть широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Откройте теперь Библию на послании к Колоссянам глава 2-я. Колоссянам 2-я глава и мы будем читать с 7-го стиха. Что это значит иметь корень в себе? Давайте прочтем даже с 6-го стиха, он мне особенно нравится. Там говорится, «Посему как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением.» Что значит для человека иметь в себе корень? Человек, который имеет корень, это человек, который исполнен Духом Божьим. Дух Божий живет в нем, укрепляя его хрупкую смертную плоть, давая ему силы ходить по воле Божией. Христос царствует сердце этого человека через веру, посему дела, которые он делает, он совершает не своей собственной силой, но силой Божьей, которая действует в нем. А каменистая почва, это человек, который слышит Слово Божие, он взволнован волей Божией, он пытается выполнять волю Божию с помощью своей плотской силы. Он не укреплен мощью Духа в своем внутреннем человеке. Иисус сказал, «Дух бодр, плоть же немощна.» «Тебе нужна сила свыше, Петр!» Интересно, сколько же из нас нуждаются в этой силе? Пытаясь жить в истине с помощью нашей силы, собственными силами, нашим собственным разумом, нашим собственным пониманием, это не сработает. Человечество не может удовлетворить Божественные требования. Вот почему Бог дал нам Свой Дух. Библия говорит в Евангелии от Иоанна 16 глава и стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину.» Таким образом, Библия говорит, что Он будет направлять нас на всякую истину. Это не просто означает, что Он будет инструктировать нас на пути истины, но что Он также даст нам силу, чтобы мы смогли идти по пути истины. Об этом сказано в Деяниях апостолов 1 глава и стих 18. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Мы не имеем в себе корня, если у нас нет Духа. Меня не волнует то, насколько хорошо вы понимаете, что есть истина. Если у вас нет Духа истины, вы отвергнете истину.» Библия говорит об этом, возвращаясь назад к Евангелии от Матфея глава 13 стихе 21. «Но не имеют в себе корня и не постоянен, когда настанет скорбь или гонение за Слово, в тотчас соблазняется.» Разве не это случилось с Петром? Петр сказал, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Я умру с тобою.» Но как только преследование пришло из-за живого Слова Божьего, Иисуса Христа, Он соблазнился. Он соблазнился, Он ушел, Он оставил истину, за которую обещал отдать свою жизнь. Вы знаете, Библия говорит, что это именно то, что вскоре произойдет в эти последние дни. Многие из нас, из тех, кто говорят, что они верят в истину. «О, мы соблюдаем десять заповедей Божьих, я никогда не откажусь от них.» Многие из нас, Библия говорит об этом, что мы не имеем корня. Это именно то, что будет происходить в эти последние дни. Матфея 24-я глава, мы можем начать прямо со стиха номер 7. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам.» Все же это начало болезней. «Тогда будут предавать вас на мучения, и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.» И вот прямо здесь говорится и о тех сомнениях и соблазнах. Посмотрите, что там говорится. В следующем стихе. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга.» Так что те же люди, с которыми вы сидели в церкви, предадут вас в руки врагов Божьих, из-за отсутствия в себе корня. Иисус сказал Петру, так ли, не могли вы один час бодрствовать со Мною? Вы знаете, что этот один час приближается. Наш один час приближается. Библия говорит об этом. Посмотрите в книге Откровение, глава 3. Откровение 3, глава и стих 10. «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.» Все мы встретимся лицом к лицу с этим кризисом. Никто из нас не сможет избежать его. Тот же совет, что Иисус дал Петру, доносится к нам через века. Да, бодрствуйте и молитесь, потому что это единственный способ, с помощью которого мы сможем выстоять. Бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте и молитесь, потому что наш час приближается. Потом Иисус оставил их, и когда Он вернулся во второй раз, Библия говорит, что во второй раз Он нашел их спящими. Почему? Ибо у них глаза отяжелели. Интересно, как это духовно можно применить для нас? в последние дни. Что значит «глаза отяжелели»? Хорошо. Это очевидно. Есть ли у нас духовные глаза, и могут ли они отяжелеть? Что такое «духовные глаза»? Давайте прочтем несколько текстов. Откройте со мной, пожалуйста, послание к Ефесянам, глава 1, стих 18. К Ефесянам, 1 глава, стих 18. Я собираюсь прочитать вам первую часть стиха. Павел говорит, «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали.» Таким образом, глаза связаны с нашим пониманием. Слово «понимание» в оригинале в переводе с греческого означает «умственные способности». Ум, рассуждение и суждение. Есть еще один текст Писания, объясняющий работу духовного зрения. И думаю, он находится в Евангелии от Матфея, 6 глава и стих 22. Там сказано в Евангелии от Матфея, 6 глава и стих 22. Светильник для тела есть око. Итак, если око твоего будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твоего будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Дамы и господа, глаз в Библии может символизировать наши умственные способности. Наши способности к рассуждению и суждению. Таким образом, как я использую мои буквальные глаза прямо сейчас, чтобы судить о своем окружении, пойти ли мне дальше влево или упасть со сцены, глаза оценивают ситуацию, куда идти моим ногам. Мы должны подобным же образом использовать наши умственные способности, чтобы правильно судить о ходе нашей жизни в этом мире. Вопрос. Могут ли умственные способности, ум людей, отяжелеть, обремениться, стать тяжелым? Потому что слово «отяжелели» означает «перегруженные или обремененные». С помощью чего или каким образом это может произойти? На Евангелие от Луки 21-я глава, посмотрим на стих 34-й. И Лука, глава 21-я, 34-й стих. Библия говорит вот что. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчились» сердце — это ум, духовный глаз, чтобы сердца ваши не отягчились. Слово «отягчались» означает становиться тяжелым, обремененным, чтобы сердца ваши не отягчались как? Номер один. «Объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Так что ум может стать обремененным. Ум, умственные способности, они могут отяжелеть. И Библия говорит, что это может случиться тремя способами. Объедением, пьянством и заботами житейскими. Я покажу вам сегодня вечером, что Иисус сказал это не просто так в произвольном порядке. Но я верю, что Он представил это в определенной последовательности. Объедением. Что это значит? Переедание или объедение? Это крайности. Невоздержание. Мы живем в эпоху крайностей. Мы живем в эпоху несдержанности и избытка. Объедение, переедание, обжорство. Объедение в том, что мы видим и в том, что мы слышим. Все это притупляет умственные способности. Будь то через живот или через наш разум. Через глаза, через чувства. Калечит наши умы. Как вы думаете, это возможно? Я знаю, что иногда люди расстраиваются, когда начинаешь говорить о еде. Позвольте мне тогда поговорить с вами о еде, хорошо? Объедение. Вы знаете, что происходит, когда вы переедаете, не так ли? Потому что кровь должна быть сосредоточена в том месте на процессе пищеварения. И тогда она не может быть в том месте. В каком? В том органе, который является единственным органом, через который Дух Божий может общаться с человечеством. По сути дела, Вестница Господня, сестра Эллен Уайт сделала очень интересное заявление. Она говорит о том, что чревоугодие – это преобладающий грех этого века. Мужчины и женщины стали рабами аппетита. Она говорит, что когда мы становимся рабами аппетита, он калечит наши нравственные чувства и одурманивает наш интеллект до такой степени, что священная возвышенная истина работы Божьей не может быть должным образом оценена нами. Ум парализован, а затем приходит пьянство. Опьянение. Теперь вы подумали о пьянении. Хорошо. Если я ем слишком много, я могу стать пьяным. Это правда. Но, братья и сестры, я не верю, что буквальное пьянство – это то, о чем на самом деле говорит Библия. Потому что в эти последние дни есть вино, которое распространяется по всей земле. И это вино Вавилона. Откровение. Глава 14 стих 8. Пал. Пал Вавилон город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. Если вы посмотрите книгу Иеремии, глава 51 стих 7, Библия дает нам более подробную информацию об этом вине Вавилона. Не о буквальном вине. Мы говорим о заблуждениях, мы говорим о злых идеологиях и принципах, которые не согласуются с принципами Слова Божьего. Если быть откровенным, они явно противоборствуют и противоречат, и враждебны Слову Божьему. В книге пророка Иеремии в 51 главе и в 7 стихе Библия говорит об этом. «Вавилон был золотой чашей в руке Господа, объединявшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Это слово «безумствовали» первоначально на иврите означает то, что если выпить это вино, то оно превратит вас в безумца. Что же здесь говорит Библия о безумцах? Псалм 14, в первом стихе «Сказал безумец в сердце своем» нет Бога. Поэтому, когда кто-то пьет вино Вавилона, то он отвергает знания о Боге. Таким образом, мы подумали обо всех тех людях там в мире, которые атеисты, и все это позволяет нам чувствовать себя хорошо, потому что мы в церкви, и мы верим в Бога. Не так ли? Я хочу показать вам, что это означает нечто большее чем просто отказ от знания о Боге в этом смысле. Безумец сказал в своем сердце «нет Бога». А что если вы живете свою жизнь каждый день, как будто Бог не смотрит на вас, и не ведет точный отчет ваших мыслей, ваших слов и ваших действий, а также мотивов, стоящих за вашими мыслями, вашими словами и вашими действиями. Разве вы не живете как безумец? Разве вы не живете в этом случае, как будто нет никакого Бога? Даже если вы и говорите, что Бог есть, вы попались в сеть. Это вина Вавилона. Посмотрите, через все эти крайности и излишества, дьявол хочет парализовать наши умственные способности, так чтобы мы пристрастились к вину Вавилона, которая заставит нас вести нашу жизнь так, словно мы не являемся подданными Создателя Вселенной. А затем, что происходит затем? Заботы этой жизни берут над нами верх, потому что это все ради чего мы живем сейчас. Небесное больше не стоит в центре внимания всей нашей жизни. Вот какая стратегия нападения врага. Ибо день тот, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Я хочу, чтобы вы увидели, что сказано дальше в Евангелии от Луки, глава 21 стих 35. Я хочу, чтобы вы увидели, похож ли его совет, обращенный к нам, живущим в эти последние дни, на тот совет, который он дал своим ученикам в Гефсиманском саду. Евангелие от Луки, глава, стих 36. Он говорит, «Итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Снова эта весть, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь, бодрствуйте и молитесь, только так мы сможем выстоять это единственный способ, с помощью которого мы сможем встретить этот кризис. Бодрствуйте и молитесь. Вернитесь со мной к Евангелию от Матфея, глава 26-я. Евангелие от Матфея, 26-я глава. Матфея, 26-я глава. Братья и сестры, я считаю, что мы ближе к концу, чем мы даже представляем и думаем. Евангелие от Матфея, глава 26-я. Мы посмотрим на стих 45-й сейчас. Иисус приходит к ним в третий раз. И еще раз, когда Он приходит к ученикам, Он находит их опять спящими. Но посмотрим, как Иисус реагирует на это. Он сказал им. Вы все еще спите и почиваете? Теперь, когда Иисус сказал им, спите и почиваете, вы думаете, Он сказал, Петр, Яков, Иоанн, эти три раза я приходил к вам, и вы действительно не смогли бодрствовать. Очевидно, вы, ребята, устали. Найди себе камень, Петр. Собери какой-нибудь травы, Яков. Ребята, ложитесь и наслаждайтесь. Я просто пойду и еще раз помолюсь. Я помолюсь за всех нас. А вы, ребята, идите и просто отдохните. Как вы думаете, что Он имел в виду? Очевидно, что это не то, что Он имел в виду. Потому что Его следующие слова были «Встаньте, пойдем». Тогда Он говорит им. Вы все еще спите и почиваете? Он сказал. Как вы можете все еще спать? Час пробил. Братья и сестры, как вообще мы с вами можем все еще спать? Как вообще мы можем все еще быть поглощенными вещами этого мира? Как вообще мы можем позволять всему тому, что враг подсовывает нам день за днем, завладеть нашим вниманием, когда ясно и знамений времени, что час уже пробил. И Сын Человеческий будет предан в руки грешников. Еще раз. Я хочу, чтобы вы увидели, что сказал Иисус. Он сказал. Встаньте. Пойдем. Почему? Вот приблизился предающий Меня. Кто Он Тот, Который собирался предать Иисуса? Вы знаете, кто это? Все знают, кто это. Вам даже не нужно читать Библию, чтобы знать, кто это. Иуда. Иуда был тем, кто собирался предать Иисуса. Вы знаете, Иисус назвал Иуду также другим именем. Как Он назвал того, который собирался предать Его? Вы знаете? Другое имя, которым Иисус назвал Иуду. Это здесь, Евангелие от Иоанна, глава 17-я. Откройте Библию на Евангелие от Иоанна, 17-я глава. Мы посмотрим на стих 12. Иисус сказал там, «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Да сбудется Писание. Итак, как Он назвал Иуду? Сын погибели. Он сказал, «Вот Он, предающий Меня, Сын погибели, приблизился, и Он уже в пути». Братья и сестры, Сын погибели в очередной раз находятся в пути. Он идет в город рядом с вами. Библия говорит во 2-м послании к Фессалоникийцам, во 2-й главе. Если вы не знаете, о чем я говорю, то Библия проясняет это. 2-е послание к Фессалоникийцам, глава 2-я, стих 3-й. «Слово Божье говорит, да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, говоря о Втором пришествии Иисуса Христа, доколе не придет прежде отступление, отступничество в рядах Церкви Божией». И что произойдет тогда? Откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Мы говорим сейчас об усилении папской власти. Сын погибели никто иной, как сам Папа Римский. Братья и сестры, встаньте, пойдем, вот приблизился предающий нашего Господа. Сын погибели идет, он скоро придет в Соединенные Штаты Америки. Он приходит, чтобы творить историю, чтобы говорить впервые в Конгрессе. Как вы думаете, не собирается ли он использовать эту возможность, чтобы сделать волнение? Волнение. Сын погибели, он приблизился, и когда мы увидим, что эти события быстро исполняются, Иисус сказал, бодрствуйте и молитесь. Как бодрствовать? Следите за знамениями времени. Это очевидно, мы должны следить за знамениями времени. Зачем еще мы должны следить? Разве за теми, кто сидит рядом с нами? О брат, ты должен привести свою жизнь в порядок. Разве нам за этим нужно следить? Братья и сестры, мы должны следить за собой. Следите! Может, я позволил гордости сесть на престоле моего сердца? Есть ли какие-то злые пристрастия, которые преодолевают лично меня, над которыми я верой в Иисуса Христа еще не одержал победу? Добр ли я? Говорю ли я слова жизни, истины и красоты в своем доме? Те слова, которые дарят надежду и созидают членов моей семьи? Мы должны следить за собой. И когда мы следим, мы должны молиться. Господи, направляй мои ноги, всегда по узкой дороге, потому что я хочу встретиться с Тобой в мире. Бодрствуйте и молитесь, мы должны это делать. Есть кое-какие важные и серьезные решения, которые мы должны принять. У меня еще осталось несколько минут, и я хочу поделиться с вами кратким свидетельством. Это случилось несколько лет назад, когда я работал книгоношей и распространял наши книги. Мне нравятся эти истории. Я был действительно благословен, потому что каждый раз Бог давал мне проводить какой-то урок по изучению Библии. Как только я начинал служение, я помню однажды, когда я не мог пойти, потому что записался на прием к стоматологу, во всяком случае я вернулся от стоматолога и должен был пойти в аптеку забрать рецепт. И я был расстроен в тот день, потому что я был не в состоянии провести урок по изучению Библии. И вот я пошел в аптеку, чтобы забрать этот рецепт, и когда я выходил из аптеки, Дух Святой сказал, «иди и сядь в комнате ожидания и почитай там Библию». Так что я сел и вытащил свою маленькую карманную Библию и начал читать. И там была одна пожилая леди, которая сидела напротив меня, и она сказала мне, «О, это видимо отличная книга, та, что вы читаете». Я сказал, что это самая лучшая книга из всех. И тогда мы начали говорить о Библии, и я сказал себе, «Подожди, это ведь мое изучение Библии на сегодня?» Я сказал, «Мэм, вы бы хотели изучать Библию со мной?» И она ответила, «Я с удовольствием буду изучать Библию с вами. Мой муж и я хотели бы изучать Библию с вами». Так что она дала мне свою контактную информацию, и как только она дала мне свои контакты, она сказала, «Хорошо, теперь я должна идти». Интересно, что она находилась в комнате ожидания, прежде чем я пришел туда. Поэтому я полагал, что она что-то ожидает. Вы понимаете, о чем я говорю. Но, видимо, она ждала меня. И когда она встала, когда она начала вставать из кресла, я увидел, что она имела некоторые проблемы. Ей было тяжело подняться, и поскольку моя мать научила меня быть джентльменом, я сказал, «Вы бы хотели, чтобы я помог вам пройти к вашей машине?» И она ответила, «Да, с удовольствием». И я начал помогать ей, она начала идти гораздо лучше, и почти сразу же пошла. Я сказал, «Вот это да, вы идете гораздо лучше». Она сказала, «Да, это потому что вы помогаете мне». Так что я ничего другого и не подумал. Я отвел ее к машине. Я сказал, «Да, благословит вас Бог! Хорошего вам дня!» И так я получил рецепт и пошел домой, радуясь, потому что назначил изучение Библии, не планируя делать это заранее. На следующий день, рано утром, когда я молился в нашей маленькой квартире, после того, как я уже зарядился духовно, помню, я взял свой сотовый телефон и увидел множество пропущенных звонков с одного номера. Кто вообще мог звонить мне в этот час утром, и притом так много раз? Это должно быть что-то важное, поэтому я попытался перезвонить, но каждый раз, когда я пытался дозвониться, линия была занята. Затем я встал на колени и сказал, «Господи, если ты хочешь, чтобы я поговорил с этим человеком, открой, пожалуйста, линию». И потом я снова поднял трубку, я набрал номер и позвонил. Я услышал голос женщины на другом конце, и она сказала, «Алло». И оказалось, что это была та женщина, которую я встретил день до этого в аптеке. И она сказала мне, «Я чувствую себя плохо. Я должна увидеть вас сегодня». Я сказал, «Хорошо. В какое время вы хотите меня увидеть?» Она сказала, «Я сейчас в доме моей дочери. Мне нужно примерно около 45 минут, чтобы добраться домой. Вы можете встретиться со мной в моем доме?» Она дала мне свой адрес, так что я сказал, я могу встретиться с вами там. «Хорошо», сказала она, «Увидимся позже» и повесила трубку. Я был взволнован, потому что я не думал, что придется проводить урок по изучению Библии так быстро. Я встал и начал собираться, и вдруг Дух Божий просто пришел ко мне с силой, говоря, «Крис, это необыкновенное изучение Библии. Эта женщина, одержима бесами». Я никогда не испытывал ничего подобного раньше. Я слышал об этих вещах. Это не значит, что мне недоставало веры. В действительности у меня не было мало веры, потому что я знаю о таких вещах. Но я никогда не имел дело с кем-то, кто был одержим. И я помню, как слышал, что если вы имеете дело с кем-то одержимым, то лучше покайтесь и оставьте свои грехи. Потому что все, что есть у них, будет и у вас. Я просто помню, как я сказал, «Хорошо, мне нужно помолиться». И поэтому я начал просить Господа. Пожалуйста, покажи мне все, что во мне. Все грехи, которые я совершил. Все, что я сделал, что не угодно Тебе. Господи, пожалуйста, очисти мою жизнь от всякого греха. И я молюсь, собираю свои вещи в мою сумку книгоноши. Я положил туда Библию, свои книги, свою симфонию. Все это оружие для ведения моей войны. Мне на самом деле не пригодились тогда все эти вещи. Но я думал тогда, что мне нужно взять все, что я смогу принести, потому что я не знаю, против кого я иду. Я вышел тогда из дому, и у меня не было тогда автомобиля в то время. Так что я помню, что я вызвал такси, я сел сзади, молясь и прося Бога простить мне все мои грехи. В конце концов я подъезжаю к дому той женщине, выхожу из машины, звоню в дверь, и никто не отвечает. Я звоню снова, и никто не отвечает. Я останавливаюсь и думаю про себя. Что же это? Господи, я спросил Тебя, хочешь ли Ты, чтобы я поговорил с этим человеком? Затем Ты открыл линию. Я позвонил. Я знаю, что это Ты сказал мне, что этот человек одержимый, но здесь никого нет. Тогда Дух Божий пришел ко мне и сказал, открой Библию и обратись к этой конкретной книге в Библии и к этой конкретной главе. И когда ты закончишь читать, она подъедет. Бог направил меня открыть мою Библию на истории, когда Иисус сошел с горы Преображения, если вы знакомы с ней, и когда Он спустился с горы Преображения, Он увидел своих учеников, которые спорили между собой, потому что они были не в состоянии изгнать демона из мальчика. И прежде чем Иисус изгнал демона, Он спросил отца мальчика, как долго он находился в этом состоянии? И отец этого мальчика сказал, с юности. И демон иногда бросал его в огонь, а иногда в воду. И когда я окончил читать самое последнее слово этой истории, я поднял глаза и увидел подъезжающий автомобиль прямо из-за дома. Она паркует свой автомобиль и совсем не смотрит ни вправо, ни влево. Ее голова как-то странно была завернута шарфом. Это происходило в середине августа. Было очень жарко, но у нее был шарф. Она была обернута шарфом вокруг головы. Она совсем не смотрела ни вправо, ни влево. Открыла свою сумочку, достала сигарету и начала курить. И я тогда удивился, почему она сидит в машине и курит, когда я здесь, на ее пороге. Я подумал про себя. Может быть она нуждается во мне, чтобы я снова помог ей выйти из машины. Потому что я вспомнил, что она имела некоторые проблемы с движением. Так что я подошел к окну со стороны водителя, и я постучал в окно и спросил, мэм, если хотите, я могу помочь вам выйти из машины. И она мне сказала, садись в машину. Помните, я молился, так что я тогда сел в машину, глядя на нее и только на нее. Она сказала, мне нужно, чтобы вы поехали со мной. Я сказал, хорошо. И она начинает ехать. Когда она ехала по дороге, то она включила конденционер воздуха на самую большую мощность. Затем она включает печку на самую большую мощность. Конденционер, потом опять печка. Так что я не знал, что мне делать. И я думал, что же это происходит? И в этот момент я вспомнил, иногда в огонь, иногда в воду. Я подумал, что сделал бы Иисус в этом случае? Что сделал бы Иисус? Я сказал себе, «Это тот самый случай». Я сказал громко, «Пэм, как долго у вас эта проблема с вашим артритом?» Она сказала, «Того самого времени, как мне исполнилось девять лет». И я сказал себе, «Мне кажется, это не совсем нормально». Тогда мы подъехали к нашему месту назначения, и наша цель была фирма под названием Фидекс. Она паркуется, и в первый раз теперь я начинаю осматривать ее машину, потому что до сих пор я не отрывал глаз от нее. Так что теперь я начал смотреть вокруг. И у нее там в машине было несколько блоков сигарет, несколько пачек сигарет, некоторые закрыты, некоторые открыты. Некоторые имеют song譜 5 сигарет, некоторые имеют 10 сигарет, некоторые из них имели одну сигарету, некоторые из них полные. Тот же сценарий. Я говорю себе, что видел много заядлых курильщиков в своей жизни. Но это совсем не тот вариант? Вот тогда я понял, что эта женщина имеет дело с чем-то сверхъестественным. Так что я сказал ей очень тихо, Пэм, вы понимаете, что у вас есть проблемы? Она просто кивает головой. Да. И тогда я сказал, Пэм, понимаете ли вы, что ваша проблема это не обычная проблема? Она кивает головой. Да. Каждый раз, когда она говорила, да, я укреплялся в том, что я на правильном пути. Я сказал, Пэм, вы понимаете, что ваша проблема, это сверхъестественная проблема? Она кивнула головой. Да. Я сказал, Пэм, вы понимаете, что ваша проблема в том, что вы имеете дело с демонами? И она кивает головой. Да. Я сказал, Пэм, сегодня Бог хочет сделать вас свободной. У нее появилась улыбка на лице, и она положила свою руку поверх моей руки. Это пожилая дама. И я сказал, нам нужно пойти в ваш дом, и, вероятно, там есть некоторые вещи, от которых мы должны избавиться. Мы положим их просто в мешок для мусора и выбросим их. А потом мы помолимся, и когда мы помолимся, Бог освободит вас. Она улыбнулась. А потом я сказал ей, нам нужно избавиться от сигарет. А она сказала, сигареты, это мое удовольствие. Иисус сказал, что я могу оставить их. В сигаретах все мое удовольствие. Я сделал паузу, я подумал, что мне делать. Затем я открыл свою Библию, и я поделился с ней тем, что наше тело является храмом живого Бога. И что Господь хочет, чтобы мы были в добром здравии, как в духовном, так и физическом. Я начал делиться с ней всеми основными принципами здоровья и спасения. И когда мы проходили их, я видел, как Дух Божий воздействовал на ее ум. А потом я сделал призыв. Я сказал, поэтому нам нужно избавиться от сигарет. И она сказала, сигареты, это мое удовольствие. Иисус сказал, что я могу оставить их. В сигаретах все мое удовольствие. И теперь я был немного разочарован, если быть честным. Я сказал себе, секундочку. Я думал, что Господь привел меня сюда, чтобы изгнать сегодня демона. И каждый раз, когда я говорю, что мы должны избавиться от чего-то, она борется, чтобы сохранить это. Я сказал тогда, Пэм, почему вы позвали меня сегодня? Она сказала мне, потому что вы единственный человек Библии, которого я знаю. Я сказал ей, Пэм, почему вам нужен сегодня человек Библии? Она протянула руку в заднюю часть своей машины, чтобы схватить конверт, и положила его в мои руки. Я посмотрел на конверт, там было написано Фидекс. И я говорю, да, что общего с этим имеет Фидекс? Она сказала, Фидекс это FTX, это оскорбление Христа. Я сокращаю это, потому что я жалею ваш слух. Вы знаете, кто это говорил? Я был застегнут врасплох. А потом я сказал, Пэм, скажите, Иисус есть Господь. Но она отказалась. А потом я спросил ее, вам больно говорить, что Иисус есть Господь? И она кивнула головой. Да. И чтобы закончить свидетельство с Пэм, я скажу, что я не увидел изгнания демона из нее в тот день. Я был настолько растерян, когда ушел от нее, потому что я сказал, Господи, причина не в маловерии. Я знаю, что исповедал все свои грехи. Мне хватает веры, потому что ты дал мне более чем достаточно доказательств, чтобы иметь полную веру. Ты сказал мне, что эта женщина будет одержимой. Ты сказал мне, что нужно читать Священное Писание. И когда я закончил читать, она подъехала. Ты дал мне достаточно, чтобы моя вера была вот тут. Так почему же демон не был изгнан? Почти весь день я был обеспокоен этим вопросом. Почему? 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 Потом вдруг Дух Божий пришел ко мне и сказал, ты хочешь знать почему? Пэм должна была сделать выбор. Она знала, в чем была ее проблема. Ей просто нужно было сделать выбор. До тех пор, пока она будет отказываться сделать выбор, она останется в рабстве дьявола. И то же самое происходит и у нас с вами. Вот мы находимся сегодня в эти последние дни. Ясная истина изобилует в нашей стране. Знамения, они прямо перед нашими глазами. Господь показывает нам то, что нам нужно сделать, чтобы мы могли выстоять. Но нам нужно сделать свой выбор. Вы можете знать столько, сколько вы хотите, но если вы не захотите выбрать истину, то вы останетесь в рабстве своего греха. Мы не можем позволить себе быть нерешительными в этот час. Вот почему Бог говорит. Выберите ныне, кому вы будете служить. Если Господь есть Бог, то служите Богу всем своим сердцем, всей душой своей, всеми силами служите Ему. Но если мир ваш Бог, работа ваш Бог, деньги ваш Бог, этот мужчина или эта женщина ваш Бог, тогда служите им. Удачи вам в этом. Просто помните, что нет такого понятия, как удача, братья и сестры, час пришел. Все мы, все мы в этом зале, мы все, кто смотрит это, где бы вы это ни смотрели, мы с вами последнее поколение. Мы увидим Иисуса. И Бог говорит, бодрствуйте и молитесь. И я молюсь за всех нас здесь, сегодня, чтобы в этот решающий час, мы сделали выбор отдать все в руки нашего Спасителя. Потому что Сын погибели, Он приблизился. Он уже идет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова